Здравствуйте! С вами учитель русского языка и литературы Неволина Елена Александровна. В этом уроке вы узнаете, как выполнять задание номер 8. Нажмите на паузу и прочитайте это задание. Для правильного выполнения этого задания необходимо знать синтаксические нормы построения предложения с однородными членами. Норма номер 1. Употребление союза И при построении предложения с однородными членами. Ситуация первая. Союз И не должен соединять, как однородные члены, причастный оборот и предаточное определительное предложение. Например, грамматическая ошибка. Роман, написанный известным писателем И, который стал популярен. Союз И в данном предложении связывает причастный оборот, написанный известным писателем, и предаточное предложение, который стал популярен. Чтобы исправить ошибку, надо изменить предаточное предложение на причастный оборот. Правильный вариант. Роман, написанный известным писателем И, ставший популярным. Ситуация номер 2. Союз И не должен соединять, как однородные члены, дополнения, выраженные существительным, и предаточное предложение. Например, грамматическая ошибка. Экономисты говорят о снижении инфляции и что задержки зарплаты больше не будет. Союз И в данном предложении связывает дополнение о снижении инфляции и предаточное предложение, что задержки зарплаты больше не будет. Чтобы исправить ошибку, надо изменить предаточное предложение на дополнение. Правильный вариант. Экономисты говорят о снижении инфляции и об отсутствии задержки зарплаты. Ситуация номер 3. Союз И не должен соединять, как однородные члены, существительное и инфинитив. Например, грамматическая ошибка. Я люблю музыку и кататься на коньках. Союз И в данном предложении связывает существительное музыку и инфинитив кататься. Чтобы исправить ошибку, надо изменить инфинитив на существительное. Правильный вариант. Я люблю музыку и катание на коньках. Ситуация номер 4. Союз И не должен связывать два сказуемых, как однородные члены, если следующее за ними дополнение, выраженное существительным, грамматически связано только с одним из сказуемых. Например, грамматическая ошибка. Автор в этой статье исследует и рассуждает о природе света. Союз И соединяет два сказуемых, исследует и рассуждает. Но дополнение связано только с одним. Рассуждает о чем? О природе света. Правильный вариант. Автор в этой статье исследует природу света и рассуждает о ней. Напомним, что двойными парными союзами называются союзы вида как, так и, не только, но и, настолько, насколько и другие. Ситуация первая. Двойные союзы не должны связывать, как однородные члены, разные понятия. Например, грамматическая ошибка. На тему войны созданы не только кинофильмы, но и поставлены замечательные спектакли. Правильный вариант. На тему войны не только созданы кинофильмы, но и поставлены замечательные спектакли. Ситуация номер два. При создании предложений с однородными членами нельзя менять составные части двойных союзов. Например, грамматическая ошибка. Сведения об экспериментах получены как из официальных, а также неофициальных источников. Неправильно используется вторая часть двойного союза. Часть, а также меняем на «так и». Правильный вариант. Сведения об экспериментах получены как из официальных, так и из неофициальных источников. Норма номер три. Однородные члены должны стоять в форме того же падежа, что и обобщающее слово. Например, грамматическая ошибка. Автор наделяет полководца редкими качествами. Справедливость, благородство, простота. Обобщающее слово «качествами» употребляется в форме творительного падежа. А однородные члены – справедливость, благородство, простота в форме именительного падежа. Правильный вариант. Автор наделяет полководца редкими качествами – справедливостью, благородством, простотой. Норма номер четыре. При перечислении однородных членов нельзя исключать разные предлоги при них. Например, грамматическая ошибка. Толпы людей были повсюду – на улицах, площадях, скверах. Предлог «на» относится к однородным членам на улицах, на площадях. Рядом с последним однородным членом употребляется предлог «в». Правильный вариант. Толпы людей были повсюду – на улицах, площадях, в скверах. В задании, которое мы предложили в начале урока, правильный ответ – следующий. В позиции В – ошибка в построении предложения с однородными членами – соответствует выбор 7. Татьяна любила гадать и старинные предания. Правильный вариант. Татьяна любила гадания и старинные предания. По ссылке после видео вы можете скачать примеры с грамматическими ошибками в предложениях с однородными членами из реальных кимов ЕГЭ прошлых лет. А на следующем уроке мы обсудим с вами грамматические ошибки в предложениях с косвенной речью. Поэтому подписывайтесь на мой канал.